Всем приветики! У нас сегодня видео из рубрики Истории жизни про сайты знакомств, про знакомства в интернете, любовные истории, вот все про это. Значит, хочу немножечко такую тему затронуть. Вот я снимала не так давно видео, кстати, оставлю на него в конечных заставках ссылочку. Значит, вкратце, мне девушка рассказала свою историю. Да, кстати, напоминаю, мне присылают люди свои истории, вы тоже можете это сделать. Можете под видео в комментариях написать, можете скинуть в личку в разделе о канале ссылка на инстаграм. В общем, как вам будет удобно и угодно. Если вы хотите, чтобы история ваша была освещена на канале, почитать комментарии зрителей, что они считают по этому поводу, потому что иногда не хватает какого-то совета или просто интересного мнения людей почитать по тому или иному вопросу. И также не забывайте заглядывать в плейлисты, чтобы посмотреть предыдущие видео Истории жизни. Значит, ситуация была такова. Вкратце, девушка рассказывает, она разведена, жила с парнем, ну, сожителей, да. Парень был такой, колобок, уходил-приходил, уходил-приходил. И вот в один такой момент, когда они расстались, она думала навсегда, там, до 2 месяца, она в этот период знакомится с другим парнем. И у нее начинаются с ним отношения. Ну, в общем, он такое ей сказал, сделанное, ну, сказал, в общем-то, на ее день рождения, что как бы она была немножко в шоке. И вынуждена была вернуться к этому самому колобку. Но это уже отдельная история. Можете посмотреть ее, я говорю, в конечных заставках. Так вот, прослушав эту историю, мне, значит, написал, написал зритель на ютубе, нет, по-моему, все-таки на дзене, на дзене написал, да, мужчина. Вот, она такая, сякая, розет такая, да она, прыгалка по мужикам, но он написал не мужикам, он указал там вполне себе конкретный мужской орган, да, то есть, ну, некрасивый же так все-таки говорить и делать. Я вот хочу немножко обсудить по этому моменту. То есть, если женщина, девушка устраивает свою личную жизнь, она, конечно, вынуждена общаться с мужчинами, она вынуждена пересекаться с мужчинами. И если она с ними, простите, спит, то это ее личное дело. Это вообще никого не касается. Знаете ли, как говорят, мое тело, мое дело, да, вот это можно к ней сейчас применить, ее тело, ее дело. И вот это вот мужчина, когда он ее там усуждает, да она, там прыгалка, там по мужикам, да. Знаете, вот так и хочется сказать, а вы стесняюсь спросить, кто? Получается, что вы ханжа и святоша. То есть, если вы вступаете в отношения с женщиной, вы не предлагаете ей никаких близких отношений, вы ходите кафе, кино, за ручки держитесь, так, первый месяц, второй месяц, год, да, или все-таки нет? Или у вас отношения складываются как-то по-разному, да, то есть и близкие отношения у вас бывают. Так почему мужчинам это доступно? Почему их не называют? Ах ты такой, сякой, розеттый, помойник и так далее, и тому подобное. Почему так их не называют, а женщин начинают называть? Я вот никак не могу этого понять. Это какая-то такая вот несправедливость. Причем девушка эта, которая рассказывала историю, она абсолютно нормальная, она вменяемая. Она не прыгает по мужикам. Да, конечно, она любит это дело, кексы-шмексы. Любит, да, но имеет право, она не фригидна. Если она вступает в отношения, то она вступает по полной, что называется. Тем более, что, а я понимаю, когда там с первого свидания. Я вот тоже, кстати, это осуждаю. Ну не то, чтобы осуждаю, а кто мы такие, чтобы осуждать? Ну могу это обсудить. Что это неправильно, что с первого свидания нельзя вступать в эти близкие отношения, потому что это уже, ну, помойка действительно, грязь какая-то. А если у нее складываются отношения, вот она встретилась с парнем, допустим, в кино сходили, в следующее свидание в кафе сходили, потом погуляли по парку, все, у них возникло какое-то взаимное физическое притяжение. Там где-то поцеловались, где-то приобнялись и все. Захотели друг друга и поехали. Это кого-то касается? Нет, не касается. Почему вот такие вот сразу суждения? Ах ты, такая щекая прыгалка. Я говорю, это настолько ханжеские какие-то рассуждения, это просто вообще. И вот это вот стереотипы, что мужчинам можно все, а женщинам нельзя ничего. Так и про мужчину точно так же можно сказать, если он так вот прыгает. Знаете, это вспоминается у меня такой случай, у нас же история жизни. На моей работе прошлой, значит, коллега по работе, но иногда с ним пересекались, не то, что постоянно работали, он там, ну, пересекались по работе. И он такой, знаете, вот ловелас такой, ко всем женщинам такой обаятельный, вечно с улыбочкой такой. И у него на тот момент, как-то вот, не знаю, это давно было, давно, мобильных телефонов как-то еще так, ну, не пользовались. И у нас вот стоял в кабинете городской телефон. И он приходил, доставал список, бумажный список, у него там Галя, Валя, Маня, все вот эти вот и номера телефонов. И начинал звонить прямо при нас, при девчонках, да. И там, алло, там Галя, там типа того, что да, вот так вот, ты-ты-ты-ты-ты, можешь сегодня? Ай, нет, ну ладно, пока, следующий там, Валя и так далее. Это было так смешно, с одной стороны. Но вот если вот представить, что он, кстати, женат был на минуточку, понимаете, и это все как шутка была. Ой, он такой смешной, Ваня его звали. Ой, этот Ваня такой смешной, вечно со списком приходит, и все там поржали, и все. А ведь это Галя, Валя, Маня, они же с ним встречаются, понимаете? Они же с ним имеют какие-то отношения там, то есть соглашались, он никогда не уходил, пока не созвонился, и с кем-то не договорился встретиться. А потом он шел там к жене и к ребенку. Понимаете? Вот таких мужиков много. Ну а женщины, они все-таки ведут себя несколько по-другому. Я понимаю, что есть такие тоже гулящие, такие там, подумаешь там с одним, с другим, с третьим, это тоже не есть хорошо. Но вот в данном конкретном случае, когда мужчина прослушал эту историю, и вот так вот сказать, что она такая нехорошая прыгалка, ну я не знаю, именно к этой девушке как-то, ну это совершенно не относится, не имеет к ней, ну никакого отношения. Нормальная девушка устраивает свою личную жизнь. Это абсолютно нормально. В общем, такая небольшая получается сегодня, даже не то, что история, а как бы ответы на комментарии. А как считаете вы, девушка, женщина, которая находится в поиске, которая находится в процессе устройства своей личной жизни, она имеет право вступать в какие-то близкие отношения с мужчинами или нет? Или она кому-то что-то должна? Или у Ди-Пети из интернета надо спросить разрешение и позволение? Или все-таки она может делать то, что ей вздумается? Ведь никому ничего плохого она не делает. Она просто распоряжается своим телом и своей жизнью по собственному усмотрению. И заметьте, получает при этом огромное удовольствие. Как говорится, молодец. В общем, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Но давайте не будем забывать, что комментарии надо писать тактично и дипломатично, если вы себя уважаете. Прежде всего себя. Потому что, раз почитаешь, такая злоба из людей прет. Немножко легкости, немножко юмора. И, как говорится, все будет нормально. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч. Пока.